Здравствуйте! Вы смотрите Первый городской. Чем запомнился вторник, 29 марта, расскажут наши корреспонденты и я, Ирина Коробко. Это время Одессы. Главные новости дня. И далее вот о чем. Прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе уволен. Его обвиняют в нарушении правил этики и неисполнении служебных обязанностей. В чем же заключается их непонимание нарушения прокурорской этики или вообще прокурорская этика? Это воровство, это коррупция и это круговая порука. Особенности национальной вакцинации. В Одессе не хватает прививок от коклюша, дифтерии, гепатита B и столбняка. Их сейчас в наличии нет. Браконьерство или нет? Скандал вокруг нацпарка Тузловские лиманы набирает обороты. Конфликтующие стороны собрались за круглым столом, но диалога не получилось. Слухайте, что это за чувство такое? Слухайте, вы сами перестаете побажать другого. Что это за мазар? Еще раз, последний раз. Не перебивайте своего коллегу. И все подробности далее в нашем выпуске. Генпрокурор Украины Виктор Шокин уволил Давида Саквирелидзе и лишился должности сам. Указ об увольнении заместителя генпрокурора и по совместительству прокурора Одесской области появился на официальном сайте ведомства во вторник утром. Саквирелидзе также привлекли к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение правил этики, неисполнение служебных обязанностей и вмешательство в работу другого прокурора. Почти сразу после этого Верховная Рада поддержала заявление Шокина об уходе в отставку по собственному желанию. Сейчас обязанности прокурора Одесской области исполняет заместитель Олег Жученко. Я хочу открыто заявить, да, я нарушил прокурорскую этику, но именно в их понимании этого термина. В чем же заключается их понимание нарушения прокурорской этики или вообще прокурорская этика? Это воровство, это коррупция и это круговая порока. Да, эту круговую пороку, эту этику прокурорскую я нарушил и всегда буду нарушать. С первого дня своего назначения должность я занимался постоянной борьбой именно с этими так называемыми правилами этики. Отмечу, за время работы Сакварилидзе запомнился громкими скандалами. В том числе речь идет об операции против киевских прокуроров, у которых нашли полмиллиона долларов и бриллианты, а также ситуации с освоением двух миллионов долларов США, выделенных на реформы органов прокуратуры. Отставку своего соратника уже прокомментировал губернатор области Михаил Саакашвили. Когда я назначил Сакварилидзе, я был присутствием при этом, президент Порошенко давал ему чуткий мандат бороться с мафией, которая существует в Одессе и в Одессе. И сейчас сама эта мафия официально вернулась и извольнила Сакварилидзе. Отмечу, в этот же день стало известно, что на взятки попался сотрудник областной прокуратуры Александр Мадебадзе. Его всего две недели назад назначил Давид Сакварилидзе. Об этом в Киеве сообщил прокурор генеральной прокуратуры Владислав Куценко. Мать малыша, погибшего при посадке в лифт, нарушила технику безопасности. Об этом заявили в компании «Деслифт». Перед трагедией механик подчинил все неисправности и проверил работу устройства. После он встретил в парадной мать с коляской и даже, по словам его начальства, предупредил о правилах пользования лифтом. Напомню, трагедия произошла 28 марта на улице Королева. Женщина закатила в кабину коляску, но в этот момент механизм начал подниматься наверх. В итоге ребенок упал в шахту, от полученных травм он скончался. По этому факту уже начато уголовное производство. При перевозке ребенка в коляске необходимо извлечь ребенка из коляски, взять на руки и зайти сначала в лифт, а потом уже перевезти коляску. Все происходило наоборот. То есть была попытка проезда в первую очередь коляски, а потом взрослого. По словам специалистов, срок эксплуатации лифта давно закончился, его необходимо было заменить или капитально отремонтировать. Однако на это в городском бюджете средств не хватало. Сейчас в Одессе около полутора тысяч таких лифтов, причем 24 из них не работают вообще. Ситуация осложняется регулярными кражами деталей. Злоумышленники воруют медные катушки и сдают их на металлолом. Сейчас принята на сессии городская целевая программа замены нейтрализации и диспетчеризации лифтов в 16-20-е годы. И эта программа рассчитана на 5 лет. Суммы, которые выделяются, они, конечно же, не сопоставимы теми суммами, которые были до этого. И мы продолжаем. Скандал вокруг национального парка «Тузловские лиманы» набирает обороты. Экологи обвиняют чиновников и местных предпринимателей в варварском отношении к уникальной природной зоне. Последние требуют увольнения директора нацпарка, иначе пойдут на крайние меры. Обл. администрации в конечном счете удалось собрать стороны за круглым столом. Но диалога не получилось. Нервы сдали даже у вице-губернатора. До чего договорились, а точнее докричались, знает Илья Замчинская. Взаимные обвинения сыплются без остановки. Руководитель национального парка Иван Русев обвиняет местных чиновников и бизнесменов в потребительском и даже варварском отношении к природе. Те в ответ требуют увольнения эколога. После очередной перепалки вице-губернатор Соломея Бобровская просто уходит. Правда, очень скоро возвращается. В итоге решают встретиться еще раз. Проблем в национальном парке Тусловские лиманы хватает. Один из недавних скандалов связан именно с охотой в природоохранной зоне. В некоторых местах можно только рыбачить, но местные жители никак не могут оформить разрешение. Из-за изменений в структуре Минэкологии непонятно, кто теперь выдает лицензию. Дирекция Нацпарка даже разработала правила для рыболовов. Правда, касаются они только местных жителей, которые рыбу не продают. Он такой же член экосистемы, как и пеликан, и он имеет право своей семьей поймать рыбу и ее съесть. Но это раздражает и это гневит тех, кто монопольно узурпировал эти водоемы и хочет так дальше жить. Наша команда с этим не согласна, мы будем стоять на точке зрения закона. А вот те, кто называют себя местными жителями, в особенности предприниматели, говорят, директор лиманов некомпетентен и результат этой встречи их совершенно не устраивает. Поэтому готовы на крайние меры. Мы так и не поняли, чем закончилось. Нас это все не удовлетворило громады. И мы решили так, что мы перекрываем дорогу с общением до Рени, Одесса-Рени, до тех пор, пока не будет изменено руководство парка. Часть предпринимателей и чиновников требуют проведения конкурса на замещение должности директора Тузловских лиманов. Но пока этот вопрос остается открытым. Когда пройдет следующая встреча всех сторон, неизвестно. Алия Замчинская, Александр Пережилин, Первый городской. Ученые протестуют. Сотрудники ведущих научных учреждений Одесской и Николаевской областей вышли на предупредительный пикет. По словам протестующих, на развитие Академии наук в бюджете этого года заложено слишком мало денег. Их не хватает ни на зарплаты, ни на оплату коммунальных услуг. Ученые говорят, впервые после 90-х годов вернулись к практике неполного рабочего дня и отпускам за свой счет. Нам предложили оптимизировать институты, закрывать научные школы, даже сказали, что деньги будут забирать. Ну допустим, проведут некие рейтинговые оценки и умения рейтинговых институтов будут забирать деньги в пользу более рейтинговых. Мы требуем от всех властных структур немедленного прекращения развала Национальной Академии наук и, конечно же, как можно скорейшего решения финансовых проблем. В 2016-м на всю сферу планируют потратить на четверть меньше, чем в прошлом. Это при том, что по закону Украины о науке и научно-технической деятельности отрасль должна была получить почти 2% ВВП. Но таких огромных средств ученым не давали никогда. Поэтому о серьезных фундаментальных исследованиях речь вообще не идет. Во властную администрацию передали обращение в центральные органы власти с требованием обратить внимание на их проблемы. Администрация не может сильно что-то решить. Максимум, что администрация может сделать, это подать какое-то ходатайство, скажем, в облсовет, чтобы они приняли решение о перелокации денег. Но там этих денег настолько мало, а нужд у государства такое огромное количество. Экс-депутата Одесского горсовета Оксану Дроган подозревают в коррупции. Об этом сообщают в областной прокуратуре. Во время сессии городского совета в сентябре прошлого года депутат проголосовала за освобождение от уплаты налогов для своего благотворительного фонда. В собственности организации находятся несколько коттеджей возле моря. Теперь ей грозит штраф до 14 тысяч гривен с занесением личных данных в реестр коррупционеров. Материалы дела направлены в Приморский районный суд. Она должна была сообщить о конфликте интересов, о том, что она является главой фонда этого, но не сообщила. Тем более, этот человек, она отказывалась подписывать наш протокол. И при понятности их не хотела как бы никак подтверждать, что она все-таки согласна с тем, что действительно вот есть протокол такой. Сама Оксана Дроган обвинения считает безосновательными. Благотворительный фонд, организация не коммерческая, а решение приняли большинство депутатов. Также она предоставила копии документов, по которым помещение детского дома «Жемчужинка», автомобили и другое имущество фонд бесплатно передал в пользование Одесскому горсовету сроком на 50 лет. Коттеджи также вошли в этот перечень. В них проживают сотрудники учреждения и воспитанники детского дома. И если сегодня прокурор не является бедным человеком, купит дом, подарит его детям-сиротам, то я хочу уверить прокурора, что я проголосую за него за льготу, чтобы он тоже получил льготу, передавая бесплатно в пользование детям-сиротам этот дом. Я считаю, что я поступила правильно. Особенности национальной вакцинации в Одессе не хватает прививок от коклюша, дифтерии, гепатита B и столбняка. С другими заболеваниями дела обстоят лучше, но, по словам медиков и чиновников, закупать препараты зачастую приходится за внебюджетные средства. Например, вакцины БЦЖ в Одессе не было полтора года и появилась она только сейчас. Тему продолжит Ольгодунская. Умничка, умничка ты моя девочка сладкая. Для двухлетней Даши эта вакцинация уже четвертая. Ранее ребенку делали прививки от туберкулеза, гепатита и даже АКДС. Эта вакцина включает сразу несколько штаммов. Сейчас прививают от кори, краснухи и паратита. Осложнений не было, была одна реакция, была температура. Но это допустимо, в нормах нас предупреждали, за пределы ничего не вышло. Меня прививали, я прививаю ребенка. Считаю, что лучше привить, чем потом мучиться лечить такие вот страшные болезни. Без этого в садик ребенка не возьмут. Однако, сделать все необходимые прививки почти нереально. Последние несколько лет в Украине необходимых вакцин нет. Желающих сделать вакцинацию достаточно много. А вот, например, определенных вакцин, в частности, прививки, которые обеспечивают вакцинацию против дифтерии, столбняка, полиэмилита, их сейчас в наличии нет. Нет вакцины БЦЖ, то есть вакцины против туберкулеза. Ее в городе определенное долгое время не было, сейчас она появилась. Комплексную прививку против столбняка, как люша и дифтерии, передала Грузия в качестве гуманитарной помощи. Сейчас она закончилась. Были проблемы и с вакцинами БЦЖ. В последний раз прививки против туберкулеза Минздрав закупал в 2014 году. Чтобы не допустить пандемии, чиновникам пришлось потратить небюджетные средства на закупку препарата. Вакцины от других заболеваний есть в наличии, но на всех не хватит. Закуплена она на 1 миллион 200 тысяч гривен. Вакцина это 60 тысяч доз, которых хватит где-то для вакцинации 30 тысяч детей. С полиомиелитом все, кто хотел, те тоже получили достаточное количество доз. Вакцинация от гепатита Б на сегодняшний момент. Вакцина есть. На какой промежуток времени, конечно же, я не могу сказать, но в ближайшее время можно однозначно прививаться от гепатита Б. И то же самое это профилактика кори-краснухи и эпидпаратита. В первую очередь вакцины получают родильные дома и поликлиники. При этом медики напоминают, в государственных учреждениях прививки обязаны делать бесплатно. Все те прививки, которые вам делаются в лечебных учреждениях, вы получаете бесплатно. То есть, каким бы источником поступления ни была эта вакцина, за внебюджетные деньги, спонсорская помощь или это государственная поставка, она в обязательном порядке приходуется этим учреждениям и никогда ни за что, ни за какие прививки ни в одном из муниципальных лечебных учреждений платить не нужно. Тем временем врачи уже оформили заявки в Министерство здравоохранения. Ожидается, что до конца апреля в Украине появятся прививки от гепатита и столбняка. При этом существующей вакцины БЦЖ хватит до 2017 года. Ольга Дунская, Андрей Цыганко, Дмитрий Боровецкий и Сергей Шевченко. Первый городской. И далее криминал поссорился со знакомой, ударил ее ножом в сердце. Полиция задержала мужчину, который жестоко убил свою приятельницу. Как выяснилось, женщина недавно приехала в Одессу и сняла здесь жильем. В тот день она выпивала вместе с убийцей и хозяином арендованной квартиры. Между знакомыми завязалась ссора. Мужчина схватил нож, ударил подругу в сердце и сбежал. По данным стражей порядка, преступник уже был судим за убийство. Сейчас он под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Ну поругались, зацепились. Вот единственное, чего я не помню, это как я ударил ножом. Вот это все остальное, вот такое вот в тумане. А так все, по большому счету, я ее знаю недели три. Неоднократно мы с ней и кололись, и это. То есть с ней были приятельские отношения. Вот что произошло, это единственное, что сегодня, я сам понять, ну как это вот произошло. Не лотерея, а казино. Одесские полицейские закрыли 12 горных заведений, замаскированных под государственные лотереи. В ходе обыска стражи порядка нашли в помещениях компьютеры, игровые чеки и более 22 тысяч гривен. В качестве свидетелей полиция просила клиентов заведения, а вот администраторы казино общаться со стражами порядка отказались. Теперь организаторам незаконного бизнеса грозит до 5 лет тюрьмы. В ходе проведенных обысков изъято 88 единиц компьютерной техники и денежные средства, добытые преступным путем. В настоящее время по данным фактам начато открыто уголовное производство по статье 203 со значком 2 УК Украины. Выдали новую квартиру. В Коминтерновском районе бойцу АТО вручили ключи от нового жилья. Житель села Красноселка стал вторым бойцом антитеррористической операции из Одесской области, который получил квартиру от государства. Чтобы добиться заветных квадратных метров, ветерану АТО пришлось долго и тщательно отстаивать свои права. Все подробности знает Ксения Бровиненко. Андрею 21 год. Он пробыл в зоне АТО два месяца. Получил ранение. Теперь не видит на один глаз. За квартиру боролся долго. Пришлось даже зубрить законы, чтобы получить обещанные квадратные метры. Мне когда об этом сказали, эмоции сплошные были, что вот, наконец-то. Это же тоже не так все легко. Многие ребята не могут до сих пор добиться этого. А тут так вот, как-то, не знаю. Можно так сказать, повезло. Это очень тяжело добиться. Квартиры. Это много законов. Это если приходишь к людям, которые этим всем занимаются, не предоставляешь законы и не начинаешь им рассказывать, они ничего бы не делают. Трехкомнатная квартира небольшая, всего 43 квадрата. Здесь нужно сделать ремонт. Андреева девушка уже придумали, где будет детская, какие поклеят обои и какую положат плитку. Раньше они жили по соседству, у родственников. А чувства такие, что, ну, как сказать, сердце не на месте, а двигается туда-сюда. Рады этому всему. Пока наши силы будем все делать, конечно. Руки стоят на месте, будем помогать, конечно. Надо делать. Но жилье дают единицам. Например, сын местного жителя, Валерия Губерницкого, тоже воевал на Донбассе. Он попал под минометный обстрел и получил серьезную травму. Два года парень обивает пороги всех инстанций, чтобы получить квартиру. Они написали контракты и их отправили в АТО. Будучи там, вот документы, которые есть. Он получил осколочное черепно-мозговое ранение, инвалид второй группы. Когда встал вопрос о квартире, мы обратились к нашему председателю. Его слова были. Не ходите, квартир не было и никому давать не будут. Сейчас в регионе в очередь на квартиры стоят сотни бойцов АТО. Андрей Лебедь стал вторым участником антитеррористической операции среди жителей области, которому государство выделило жилье. Валерия Наумова, Ксения Боровиненко, Александр Пережилин, Первый городской. Клоун-контроль на выходе из поезда. В Одессе прошел день открытых дверей посольства юмора в Украине. Необычную акцию провели на ЖД вокзале. Прямо на перроне ничего не подозревающих пассажиров поджидали. Мимы, клоуны и даже ручная плюшевая собака. Желающим измерили градус юмора, проверили на детекторе смеха, а после наградили клоунским носом. И поставили почетную печать. Необычное действие в Одессе проводится впервые. Организаторы приурочили его к приближающей сиюморине. Добро, как говорится, пожаловать. Встречайте, ребята, встречайте, встречайте. Я приехал сегодня с Днепропетровской, и обратно уже в Днепропетровск. К сожалению, Одессу не успел посмотреть, но она очень так интересно. Очень оригинально, очень необычно. Спасибо. Ну а в Одесском зоопарке появилась на свет маленькая лама. Очаровательная малышка родилась всего несколько дней назад. Имя детенышу еще не придумали. Это сделают в июне на традиционном конкурсе среди посетителей. По словам сотрудников зверинца, малышку, скорее всего, передадут другой зоопарке, обменяют на какое-нибудь животное. Детеныш вполне здоровый, отлично ест и резвится в вольере. При этом мама малышки, лама Аврора, весьма дружелюбна. А вот отец по кличке Буба активно защищает свое семейство. Когда появляется первый детеныш, он меняет очень поведение, он меняет нрав, он становится таким скандальным, он плюется, он дерется, там кусается. И это очень хорошо на самом деле, потому что он демонстрирует, что он хороший самец, не просто производитель, но он еще и несет службу, он реализует свою отцовскую любовь и выполняет свою функцию. Ну что ж, самое время навестить маленькую ламу. Вы смотрели «Время Одессы». Оставайтесь с нами, будем ждать только позитивных новостей о дня следующего. Увидимся в наших выпусках. До встречи на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин